Начинаем тогда презентацию, итогу презентацию проектов. Хочу напомнить, что критерии оценки, как и было заявлено, три критерия. Это законченность приложения от 0 до 10 баллов, революционная сложность и интересных функционалов от 0 до 10 баллов, и действие UI и дуальное оборвление тоже от 0 до 10 баллов. Соответственно, в своей презентации, если чувствуете, или в рассказе, если чувствуете, что какая-то из этих частей у вас менее проработана, постарайтесь хотя бы объяснить, какие планы и что вы в этом направлении делаете. То есть обязательно надо, имеет смысл, максимально взять балл по каждому из направлений. Значит, презентацию делаем по порядку в списке. Насколько я понимаю, у нас сейчас полностью отвалилась только одна, один проект, седьмой, не вышел на финальную презентацию. Как я понял, второй проект, хочется верить, будет представлен, хотя там под вопросом. Роман, можешь проверить, второй проект будет? Нет. А это точно нет? Точно нет. Ну, очень жаль. Кладно. То есть, получается, что у нас вылетает, на самом деле, это второй и седьмой проект. Переводчонки придет. Нет. Ну, вообще. Все, тогда думаю, дальше презентация можно использовать. Показывается, если нужно. Кому слайды нужны для презентации? Один, два, двое. не обязательно если запланировано поставим потому что надо тогда перепланировать перепрограммировать а что там просто вытащить чтобы вставить обратно это на варианте надо это не сложно а другой разговор, что может быть с сервизационной точки зрения тогда в конце соответственно две презентации а так мы и так в конце в любом случае ничего даже менять не надо все, замечательно тогда начинаем герои проекта добрый день уважаемые слушатели мы рады вам представить то, что у вас получилось сделать за последние два дня Алексей выходит я сделаю для этого чтобы удобнее показывать это третий предложение сейчас выглядит примерно вот так так то есть у нас есть три работающие вкладки я сейчас покажу иконку в конце потому что GPS запускалась довольно долго и мне не удалось научить его запускаться вниз соответственно если мы заходим на какую-нибудь из остановок мы получаем на ней список транспорта который на нее должен идти поддельшее время через 25 минут через 25 минут здесь видно давайте показать чтобы было видно снизу можно всегда вернуться в главный экран можно найти зайти на прогулку если так чтобы отсюда не можно крылить какую-то снотку северную сейчас ладно за многих данных прототдантов не ходит в наше представление сейчас но мы над этим работаем чтобы это исправить кроме того мы сдиализовали полностью распознавание QR кодов На каждой основке есть такая табличка. Они висят в Купчино кое-где, они висят в Кронштадте. Уши подержи вот так. У нас в приложении есть кнопочка «Использовать распознавание микроходов». Я вижу кирроход. Сразу после распознавания микроход закрывается, мы переходим... Ой, не смогли получить данный чек. Это соединение. Может быть, да. Ты любила устройство поставить? Давай еще раз. Какой лейтинг? Который пароль спрашивает. У меня вообще наш фейк. В общем, сканетно. Сейчас я попозже проверю, что у вас тут работает. В итоге мы сделали историю посещенного, что может победить вам, если вы постоянно возвращаетесь на одну и ту же установку, и мы в будущем собираемся сделать звездочку, запомнить как избранное. Вот из того, что мы с момента последней переустановки приложения и сделали список. Мы реализовали настройки. Они пока не завершены. Здесь есть связь с нами. Ссылка на наши профили. Возможно, будет выбрать звезд. У вас будут какие-либо данные, почему вы не будете влога. Будет это сделать выбор в тему. Ну, соответственно, краска справ в программе. Да, правильно. Нажимаем, видим, что это было сделано на рамках академии. Как-то так. В общем, мы постарались сделать максимально законченные и удобные приложения. Да, соответственно, мы постарались хоть как-то учесть, красотой кнопки не видно вообще. В общем, если интересно, у вас есть два приложения. Это QR-дем и QR-баз-дем. QR-дем занимается распознаванием QR-кодов. Это нативное приложение. QR-баз, соответственно, наше приложение. Постарались сделать наше приложение максимально законченным и постарались подобраться удобства. И пользоваться можно. Да. И, да, за эти два дня мы в итоге доработали один важный момент, который у вас еще не будет в веб-сервисе. Мы, если на основке много автобусов, мы группируем по номерам маршрута. То, чем у вас раньше, то, о чем вы говорили в первый день. Да. Черт-то так. Вопросы, пожелания. Ну, хочется посмотреть загрузку данных. Загрузку данных? Да. Из интернета вот что-то. Давай. Пой. Можно эмулятор показать будет? Можно эмулятор показать? Можно эмулятор показать? Или может, например, ну, честно, все нормально работает сейчас? Нет. В этом районе... Достаточно сложные. А, ну, может... Просто он запрещел. Смотри. Что? Интернет не работает, да? Подключение к интернету... Чисто. В общем... Сейчас я... Он не работает? Ты послепасли по какую-нибудь? Я про... Ну, не знаю, что... Чему вообще подключился? Есть еще какие-то вопросы, пока... Так, а вот представьте, что у вас приложение успешное, все там в топе. Да. Вами пользуются. Сложно реализовать функционал, допустим, который вызывает бизнес, сколько человек ждет только лучше автобуса. Думаю. Думаю. Более о чем. То есть, ну, у нас... У меня, как бы, за проект QR-баз, который изначально взялось мог бы отвезли. Одна из таких попутных идей, это собирать информацию о трафике и... Ребят, может, вы просто подключите свой компьютер к проектору? Нам нужно тогда инвертируем. Инвертируем. А, инвертируем? Ну, конечно. А... Нет меня куча, потому что... Понятно. Ну, ладно. Ну, показывайте. Так вот, сбор данных о, во-первых, пассажиропотоке и, соответственно, обратная связь у пассажиров, если такова имеется, ну, то есть были здесь. Как вариант, мы это сделаем, конечно. Вот. Сейчас у нас из живых данных настоящих есть статистика считывания QR-кодов. Ну, собственно, мы их развешивали весной. Вот тех самых... Табличка, это абсолютно реальные таблички. Вот. Я цифру сейчас конкретных не помню, могу, в принципе, найти. Но могу сказать, что там QR-кода много всего плохого было сказано в свое время, что, типа, о, это кто не знает, кто-то не имеет. На самом деле, все вполне себе читается, пользуется, и люди реально по ним переходят. Ну, могу пример привести в Казани, там, в Кремле, развешан на зданиях достопримечательность по входу, по которому... Сейчас это во многих городах делится. В основном по спонсорам, там, каких-нибудь организаций, там, типа, кормил, например. Вот. Поэтому, ну, сейчас эта технология приходит в Россию, уже пришла, точнее, достаточно уверенно развивается, и у нас уже скоро все, по-моему, по-моему, открыто будет к QR-кодаме. Вот. Ну, я так понимаю, что Ренатов изначально относился, там, к приложению, что-то типа Яндекс.Пробок только для остановок. Ну, даже, если... Ну, да. Информация. Скорее возможность социализировать вашу пробку. Можешь отойти? Ну, Яндекс.Пробки тоже. Ну, там, да, можно отшиваться. Можно отшиваться. А я жду автобус, я тоже. На одной остановке. Мы вместе будем, да? Все же до сих пор вместе. Что-то вас много, я пошел на другой автобус. Ну, да, вот это вот. Это как раз идея пробок, что там одна остановка забита. Скорее маршрута. Надо еще учитывать маршруты. Это тоже сделать безусловно. Он доедет. Ну, ладно. Вот. В общем, достаточно сделать максимально законченное на данный момент, чтобы не было ощущения, что там много заглушек. Ну, и задел, чтобы заплатывать и дальше. Ну, еще про эксперименту я могу сказать такую вещь, то, что в отличие от просто сервиса прокладывания маршрутов, то есть, ну, там, Google, то, что делает Яндекс, у нас есть все возможности для того, чтобы сделать прокладывание маршрутов с учетом стыковок, транспорта, то есть, когда что подходит. Задача достаточно амбициозная, вот, в городских таких условиях, но мы делаем в этом. А вы с проектом «Нус автобус» знакомы? Да. Знакомы у вас нет. Так, а там же все реализовано. Ну, в свое дополнение надо идти туризм, а не оправдываться. Возможно. Можно вопрос? Вот, как у вас определяется, через сколько минут пройдет автобус, если вот он стоит, например, в пробке? Я могу рассказать, модель примерно такая. Ну, это бы как бы... Че, Леш, это не вопрос нашего хакатунна, это вопрос техной части, которые... Это не вопрос. Я в прошлом? Да, да. Идея в том, что GPS, у нас установлено на всем транспорте, он периодически пересылает координаты свои и скорость. То есть, вы учитываете скорость? Эти цифры сунимаются за счет последних, ну, несколько точек, по времени имеется в виду точек, и исходя из длины оставшейся маршрута до конкретно вот этой остановки, до конкретно этого автобуса учитывается. Ну, все понятно. Вот, поэтому, в принципе, там даже бывают косяки такие, но, собственно, то, что я замечал, когда пробок вообще нет, и тогда уже поздно, то есть автобусы едут очень быстро, и они приезжают рано, и это время уменьшается быстрее, чем. То есть, оно постоянно подстраивается, но это не значит, что если он через 5 минут приедет, он может приедет через 4. В итоге там будет написано, когда-то через 3. Леш, надо учить будет свой пробок просто, ядок с пробок. Ну, да, все сложно. Не, ну, у вас, в принципе, если учитывать последние точки, то пробки там и не нужны? Нет, смотри, может быть как, что есть, и стоит, ну, я не знаю, гречи в Питере, ну, допустим, вот когда-то стоял Невский при восстании, соответственно, потом в Вестневске мы прилетаем за 5 минут, там, за 8, и перед восстанием мы стоим еще на 20. То есть, поэтому история уже не важна, потому что... мы перейдем при последней точке. Так, не дай последней точке. И точке мы идем за 2 минуты, если не знаю, по кем он будет. Ну, понятно, да. Здесь в том, какой-то сервис пробок. Вопрос такой, из того, что было заявлено в самом начале Хакатона, все ли было реализовано, если нет, то какие там сложности были? В общем, да, у нас были сложности с передачей информации с населенных предложений в это предложение. У нас, на чему у нас там было. Да, у нас пока, у нас не было время сделать красивый дизайн, светом, тем и красивым. Мы темно постарались сделать с красивыми иконками. У нас графическая часть, конечно, хромает. Дизайн у нас находился далеко. Я могу сказать, что ему не понравилось из того, что мы сделали, это может быть не все зависит от нас. То, что реально долго заводится с GPS. Очень надеюсь, что это вылечится с следующей прошивкой, когда по GPS это все будет многое еще заводиться. Долго это сколько? Пол-минуты каждый раз? Это не очень долго, для первого старта. GPS может до 10 минут заводиться с первого старта. Реально. То есть, когда он заделывает быстро, но он скидывает альмонад после того, что он не сохраняет. Как ставим сюда 10 без гпсд? Да. И второе, то что от нас не совсем зависит, но у нас была возможность еще прооптимизировать на серверной стороне кэширование, потому что, исходя из того, что мы много информации вытягиваем сразу, время тоже, соответственно, позанимает, потому что там между серверами даже, потому что все равно не хватает времени. Вот. Ну, в целом, если бы еще с сетью ходить, то пользоваться можно. Уже сейчас. А у вас эти основки, они как-то территориально, вокруг нынешней моей позиции... Да. Сейчас мы говорим, основки рядом. То есть, первая кнопочка, это то, что у вас рядом. Ну, видимо, для этого GPS нужно. Ну, да. И, соответственно, изначально лекция поражения работала с котами, но на этом девайсе хочется сделать еще и GPS, и поиски ближайших. Да. Раньше нужно сделать то, что метабло откладываем. Коды и избраны в Web-интерфейсе, но зато она как бы работала с любым телефоном, с любым устройством. Ну, вышли, проверили, что работает. Сейчас надо, конечно, дальше идти. А почему такое большое расстояние между записями на экране, потому что, вроде как, и лист прокрутки не понятно, насколько большой, в принципе, рядом лист показывает. Он, да, он исчезает, на счет того, что для кого-то последний момент, сколько раз валили дизайн. Да. У нас видно на телефоне, где, например, тот ватт 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 ватт. Вот, версия с дизайном, который мы вернем. Мы сейчас посыпаемся. Вот, версия на доступе. Ее нормально дизайн. Просто мы хотели что сделать? У нас есть остановки в базе данных, которые дублируются и у них просто разные транспорты. Это ошибка нашей базы данных. Она не должна решаться в положении. Мы начали решать в положении. И в процессе группировки одинаковых остановок в одну, одно и то же положение, разный локейшн, разный транспорт. Ну и, как раз, уходит дизайн. Это, наверное, не совсем наша. Она идет из того, что инструкция, которая изначально затачивалась, представляет именно такие данные. При этом все, ну, то есть, опять-таки, с кем удалось общаться, и с тем, кто разрабатывал валиложения, которые касаются транспорта, используют тот же самый источник, у них была проблема объединения остановок. То есть, оно вот в тупую не решается. Это, может быть, еще одно проблем развития сервиса? Однозначно, это понятно. Ну, как бы, вот... Ну, и сейчас в рамках хакатона еще, естественно, мы не успеем сделать. Ну, у нас не сервис, что там было. Еще вопрос. А вот, как по трафику приложения, сколько, например, наезд? Каждый запрос занимает... Запрос списка где-то килобайт 30, запрос транспорт на одной из столб килобайта 4. 30 он занимал, когда я все тебе отдавал. Он сейчас занимает меньше. Ну, порядка 5 килобайт. Ну, не с ним делать шаги еще. С этого 2 килобайта прогнозов на каждую стену. Но, дело в том, что мы прикрутим к зипу, и все это уменьшится еще разлиться. Ну, активный коннект, это, к сожалению, реальность заходим. Сжать 4 килобайта к зипу? К зипу. А это, может, делается прозрачный именно тут? Ну, это... Ну, это... Сжать 4 килобайта к зипу. Очень. До скольки. К зип сжимает текст. А у нас текст, собственно, данные у нас в ресурсах передаются. Соответственно, оно сжимается очень хорошо. Вот. Ну, из другого проекта могут так цифру сказать. 3 мегабайта к зипу. Если у вас большое количество данных, у вас сжатие будет эффективное. Если у вас маленький пакет, у вас не такое эффективное сжатие. В любом случае, если сжатие это структура, то там... Если это делать так хорошо, то вы гамочки на сервере не давите? Ну, на сервере уже на... Ну, на сервере уже все будет. Да ладно. На самом деле, маленький объем будет еще больше. Хуже не станет. Ну, спасибо за вопрос. Да. Спасибо. И, видимо, нам нужно изучать работу и приложение фонного режима, чтобы оно выключалось и не кушало энергию. Видимо, у меня косяк. За ночь у меня селось 80-20 концентов. Что там было запущено? Вайфай и GPS. Вайфай и GPS, например. Вайфай и GPS, например. Вайфай и GPS, например. В GPS выключился точно, а вайфай и... А что, значит, вайфай селиться? Знаете, у меня была РМС-110, она жила неделю с вайфаем. Может, новый аккумулятор не распрощает? Ну, ладно. Ну, в общем, это проблема, которую нужно исследовать. Но, опять же, давайте использовать метод. Да. Еще вопрос. Спасибо большое. Тогда Сергей, а ладно. Уже посмотрим. Собран на 90-м. Да. Все, тогда. Ну, помогать мне. Меня зовут Сергей, это Ингам. И мы писали проект Лар-менеджера. И чрезначально у нас пять задач было, что у нас есть либо большое предприятие, либо умный дом, который снабжен разными устройствами считывания данных. Иногда сами устройства считывают данные, которые символизируют о том, что нужно... Мешательство пользователя довольно быстро, например, если на даче отказалась система отопления, надо ехать и спасать дачу. Вот. Или там какая-нибудь подстанция отрубилась и весь завод простаивает и теряет кучу денег. Поэтому, соответственно, какое-нибудь оборудование говорит, что температура у него, например, стала... Можно показывать на экране. Да. А, 20 градусов? Ну... Ты где? Вот здесь, чтобы все. То есть ты стоишь, смотришь на нас, а телефон 5 кг внизу. Ну вот. Подальше чуть-чуть. Я написал, что темп 20. Так, нажимаю тут готово. И отправить. Ну, извините, есть некоторая проблема, ну, обнаружилась в процессе работы с воспроизводством голоса, почему-то он затихает, но... И воспроизводил, к сожалению, только английский язык. На английский это ладно. Ну, Инга сразу же получила сообщение о том, что что-то вот произошло. То есть так раз... Причем можно как отправлять с телефона, так и с компьютера. То есть, смотрите, это даже не Юди делать, а... Ну, понятно. Боты. Вот. Дальше Инга. Понятно, услышала сообщение, прослушала его. Ой, я ее отключу. Получает такие нотификации. Ну, вот их несколько там. Сейчас же показываю. Сейчас просто... Пэнк. Ну, нажав модификацию, она открывает приложение. Приложение у нас не очень красивое, вполне стандартное, но здесь написано, вот, например, реальные данные с завода со счетчиками Курии, которые отображают состояние. То есть, человек может разобраться, что произошло. Ну, здесь вот у нас сырые данные по напряжению представлены, но вообще, ну, пакет сообщения в идеале, ну, как бы, по задумке должен формироваться на сервере, а телефон его должен только отобразить. То есть, в зависимости от того, какая система, она, допустим, в умный дом будет говорить что-нибудь такое, ну, человека читабельное, чтобы было понятно, что произошло. Если это там завод, то ему скидываются более сырые данные, там более профессиональные люди, которые все это понимают. Вот, дальше, по задумке, здесь постепенно появляются новые сообщения, но мы, к сожалению, не смогли мучить натив-часть и веб-часть дружить друг с другом. Нам приходится их просто генерировать на веб-части. Ну, то есть, вот те сообщения, которые входят на натив-алертом, они должны были скидываться вот сюда сообщениями. И когда человек посмотрел задачу, там, принял ее в работу, то есть, принял сведения, что надо как-то отреагировать, то он просто нажимает на сообщение, и оно пропадает. Или просто нажимает и не читает. Ну да, то есть, он как бы принимает сведения. Другому плохо нажимать. Вот. Дальше, помимо этого, человек может посмотреть данные оба обслуживающей его организации, здесь внизу есть менюшка из трех кнопок, вот, чтобы связаться, например, с службой поддержки. Ну, сколько телефон, телефон, сим-карта тоже не работает, мы не стали делать кнопочку «Позвонить в службу поддержки». И еще он может посмотреть статус системы. Уже не может. Это же помогает компьютерам. Временно тайно включим. Что он включил? А, это уже интернет уставился, это нормально. Понятно. Так. А, вот тут. Не совсем он отвалился. По ушечке. В общем-то, открывается браузер, где можно увидеть вот это данные с нашего офиса по энергопотреблению. Но, я по идее, действительно есть интернет сведения, они бежать должны в онлайн, то есть точки добавляться. А, снизу текущие показания счетчиков. 99 килобатт мы считаем, в 144. У нас за два дня столько наедели? Ум? За два дня у нас столько наедели. Да нет, тут же то. Месяц полтора. Бежать. Вот. Ну, в общем, наверное, все. Мы, конечно, много еще не реализовали, потому что, ну, Натев часть делала достаточно тяжело и были проблемы с тем, что все-таки хотелось какую схему сделать. Здесь используется TCP-соединение с сервером сейчас, а хотелось бы сделать пушинг сервера. Но для этого используются, понятно, сервера, ну, Tizen, которые, к сожалению, надо регистрировать с этой, видимо, задачей. Надо будет все-таки людей, наверное, на хакатонах предупреждать, что либо они в первый день там ключ как-то пытаются получить. Ну, ничего. Без ключа не работает пушинг сервера. Вот. Может сделать несколько ключей? Я даже не знаю, кто за это отвечает. Узнавать надо. Я думаю, можно. Они привязываются к айтишнику приложения и айтишник приложения можно задавать в саде. Даже можно было взять у кого-то, у кого просто. Главное, чтобы они не пересекались, потому что, я так понимаю, по этому айтишнику идет пуш, и если там угол будет, то будет непонятно, что получается. Может, действительно сделать, если кто-то будет? Можно. Ну, хотя бы в слайде добавить по этой информации. Хотя бы парочку, троечку вместе сейчас. Да. Из приятного, что очень порадовало, это голосовой интерфейс, который может не просто там пикнуть и, типа, смотреть, что получилось, а действительно продиктовать, что произошло сразу же, чтобы человек мог гораздо быстрее отреагировать или, например, прослушать, а, ну это, значит, я знаю и не принимать к сведению, например, просто вообще не доставая телефон из кармана. Это вот очень порадовало. Ну, английский понимает, что язык английский, но, тем не менее, очень классно. Очень хотелось бы добавить, чтобы перспектива данной разработки все же есть. Сейчас для каждого из нас должна есть механизация всех его устройств, то есть понимать, что происходит в твоей жизни. То есть ты уехал куда-то, ты посмотрел, что у тебя по счетчикам. Также, если вдруг что-то случилось, хотелось бы еще добавить очень интересную функцию. Просто работать с местными жил, чтобы они выдавали информацию по счетчикам, ну, даже в квартирах. И люди могли пользоваться, смотреть, что у них как было. То есть, например, подходит время платить, ты получаешь информацию, высчитываешь, идешь, платишь. То есть, ты не ждешь уже питанцию банально. К тому же, очень хотелось бы, чтобы они также предоставляли информацию об авариях, например, в доме. Что сегодня не будет горящего. А ты проще съездить к друзьям, например, в другой конец города, остаться у них и хорошо провести время. Ну, это же касательно нашего проекта, я про разработки. Из того, что я сделал, получается очень интересный функционал, когда можно сделать просто такой нативный сервис, который будет по пушам в каких-то внешних сервисах поднимать приложение, сообщать так пользователю и поднимать приложение. Мне кажется, это может быть кому-то интересно. Ну, например, будильники какие-нибудь или те же. Можно сделать API для умных домов, которая просто будет API, которой нужно там, допустим, показать какое-то сообщение и перейти на какой-нибудь сайт, там, браузер с аргументом вызвать. Вот это, мне кажется, было бы интересно, но, я не знаю, это приложением считается или просто какой-то open-source разработкой, которую могут скачать другие и просто немножко подконфигурировать, встроить. Сделать платформу. Знаешь, те, кто делают приложение, они делают деньги, а те, кто делают платформу, делают много денег. Во, во, вот это может такую маленькую платформу. И также такой нотификатор, тоже если унифицировать эти формат сообщений сделать, ну, который показывал, то, мне кажется, тоже будет очень интересно, поскольку существует много различных приложений, ну, например, Cosmcom, ну, которые тоже взаимодействуют с интернетом вещей, с умными домами, например. Если человек, там, делает твит по какому-то хэштегу, этот твит может посылаться на телефон и сразу читаться даже. Ну, как бы, это уже аки твиттера, такого нет. Да нет, тут про концепцию разговора. Не, ну как бы, да. Знаешь, наверное, и кто-то так. If this, that, them. Да, ну да, что-то так. Ну, это у тигреров, очень классная штука у нас по фейсов. То есть, может, там поженить ютуб с другбоксом, с фейсбуком. Ну, вот да, можно еще одну такую штучку, ну, для тайсинга, мобильника сделать. Только для железок. Для железок. Для мобильника, просто. Ну, вот. Слушай, на самом деле, так как похожая концепция сейчас разрабатывается в рамках IoT, программа в Penetide. Программа такая. Они начали, концептуальная архитектура уже опубликована была первая, действительно очень близко, на ноябрьской встрече, а со следующего года начинается непосредственно разработка. Вот. Это на интернет-of-things.fi, там все это можно найти. Можете мне потом написать? Ага. На самом деле, еще большое внимание надо будет уделить UI. Да. Если у вас там холодильник напоминалки на экране высветил, что у вас там продукты закончились, а какое-то сообщение, а потом стиральная машина про тепла осталась где-то внизу, это как-то не… Ну, в общем, да, текст там не всегда хорошо. То есть у вот этих вот сообщений должен быть приоритет, да? Да. Я знаю, как у самолетов Airbus так сделано. Там есть категория warning, которая красным выделяется, и если он просмотрен, то красным становится текстом, а не все выделение. Там есть caution с желтым цветом, есть announcement с белым цветом и есть notification с зеленым цветом. Но вот красные, они всегда наверху, там желтые всегда под красным. То есть такой порядок, и это как бы важно. Да, мы хотели его сделать, просто в принципе они сейчас появляются в порядке, ну, как бы последний. Ну, да, то есть вот важно это. Цвет нам выделять. Ну, это то, что относится как раз к презентации про UI. Ну, и кроме того, все-таки не всегда текст действительно удобный. Иногда удобнее видеть какую-то пиктограмму, которая обозначает определенную вещь. Но это уже будет зависеть непосредственно от прикладной задачи вашего приложения. Да, в какую стезю мы все-таки решим отправить этот проект? Ну, планы было вообще нарисовать как бы вот пиктограммочку вот как-то цветок краски. Ну, то есть взять это просто обычный зон. Fatal, там, Error и Warning, как бы, ну, и Info. Ну, вот этот вот обычный слоговский техник. Пиктограммочку и title. И вот развернуть подробнее, чтобы вот эта стрелочка его не удаляла, а вот внизу просто появлялось сообщение. Тогда их и много вместится, и сразу будет понятно, какое плохое, а какое хорошее. Вот. Ну, и, соответственно, конечно, красные сообщения, они еще... Мне очень понравилось, что можно их проговорить. Сразу должен слышать. При этом для этого не надо другим использовать. Google не надо использовать для этого. А мы не использовали Google. Ну, я говорю, что локально делается? Да, да, локально все. Еще вопросы? Пуш, сложно ли было реализовывать? Там, скажем, для реализации имеет смысл? Как вам уже какие-то консорсы? Да, Пуш, да, там все части легко реализуются, в принципе. Но там, во-первых, не учиться надо. То есть, у меня первые полдня ушло на то, что освоится... Как там писать-то нужно, чтобы откуда что брать. Вот. Части все более-менее легкие. Эм... Да, пусть не очень сложно делать. Вот. Там... Логарифм какой? Сначала надо, по-моему, сгенерировать свой собственный айдичник уникальный. Потом зарегистрировать этот айдичник, отправить его на регистрацию туда. И подписать листнер. И этот листнер будет, во-первых, получать... Он регистрации или он... Ну, результат регистрации получит. И заодно там есть обработчик, который на получение сообщения. Вот. По-моему, можно даже ответ отправить. Ну, это я могу уже ошибаться. А работает это все, это... Да, айдичник обязательно нужно как-то переслать, который... Значит... Когда регистрируете айди телефона в системе, выдается айдичник для сервера. И задача вашего приложения – это переслать вот этот полученный айдичник к серверу вашему. И уже ваш сервер будет общаться с тайзеновским сервером. Тайзеновский передаст на телефон, и телефон передаст приложению. Вот такая система. Но передача с мобильника на сервер, она остается на разработчиках приложения. Ну, правильно. Как бы два канала есть, соответственно, чтобы понять, кто есть кто. Ну, общение с тайзеновскими серверами по JSON. То есть там REST фулковым протоколом. Ну, открывается HTTP и туда кидается постом JSON. С этим айдичником он понимает, куда его отправят. На самом деле диаграмма и описание вот этого соединения, но документация есть. Да, да. В принципе, вроде вполне нормально описано. Да, описано все нормально, единственное, что регистрация нужно. Да. Это красным цветом сам вверху. Ну, ладно. Еще вопросы? Да, я там в группе сделал несколько постов еще вчера по тому, если как надо делать. Спасибо. Спасибо большое. Так, тогда переходим к третьей группе и, соответственно, проект MOBALT. Роман, Виктор. Ну, на что вы потратили эти два дня? Пустоту. Да, указатели практически в пустоту. Потому что основное, чем мы занялись, что нам нужно было, мы хотели поднять транспорт NFC. Ну, с мобилами, заканчивайте его с ноутбуком, потому что они умеют передавать поток. Да, даже не только с ноутбуком, просто с любым устройством, как это делает NFC. Вот. Ну, и мы как бы столкнулись со сложностями, как вообще с этим всем работаем. Да, если рассматривать Android и Windows, даже 8.1, которые поддерживают NFC, то там всего лишь, ну, две максимум четыре команды. Это CENT NFC и RACY NFC. И всё. Больше ничего нет. В отличие от Tizen, как оказалось. Их там штук 20. CENT такой, CENT секой, CENT третий. И, соответственно, нужно спрогировать самый низкий пакет, который именно поддерживает Windows 8. Один, скажем так. И, как мы узнали, есть две версии NFC в данном девайсе. Первый — это использовать native application. Второй — это использовать JavaScript. Example и Example, который JavaScript вызывает NFC. И, собственно, его переписали. И каким-то чудом дошли до того, что в JavaScript вообще нужно байты использовать, в отличие от string. Но в итоге всё здорово у нас получилось. Практически. На десять процентов реализовать весь наш заточенный на первом этапе потенциал. Но этот потенциал что нам даёт? Во-первых, у нас генерируется закрытый, открытый ключ на устройстве. Тоже оказалось, что это не очень быстро. Хотя это обычные ключи, версашные, длиной и A24 битов. Там достаточно просто это генерируется? Генерируется просто, да. Но передать не просто. Потому что это байтовый массив. А, может быть, кто-то знает, NFC передаёт только string-овое значение. B64, да. Есть такой режим, чтобы передать байты, но это там вообще, по-моему, повесится точно. Точнее, в обработку повесится точно. Ну ладно. Началось. Что нам нужно было сделать? Нам нужно было из диких интерфейсов, которые предоставляют public key и secret key, преобразовать их в B64. Это ещё полдня работы. Потом мы это передаём. И, соответственно, что у нас на текущий момент есть? У нас есть дико интересное, красивое такое устройство, которое планировалось, что здесь у нас и будет, значит, логотипчик сайта, название сайта и логин, на который мы можем производить автоматический вход на самом сайте. На текущий момент есть две кнопки отхватки. Первая – это отправить, отправить, соответственно, что там, и вторая – получить key. Получить ключ, да? Извините. Значит, что даёт нам получить ключ? Это генерируется ключевая панель и отправляется public key на наш компьютер. Можно его поставить так вот. Давайте мы его вот так развернём. А, так, 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 так. Прям так напишем, всё видно. Соответственно, для демонстрации можем заметить, что здесь, да, мы не можем заметить, но там нету файлика tism.tism.t Тайзинг. Тайзинг, тайзинг. Тайзинг, тайзинг. Тайзинг, тайзинг. Значит, подносим к нашему на все участия, нажимаем «Получить ключ», он генерируется, должен. Вот, сгенерируется, видно, нет, нет. Вот такой вот ключик, который он показал. Этот к нейть его обратился, соответственно, он передался. Дальше, если мы обновим наш великий… Вот, вот это он называется, что пришёл ответ, ключик сгенерируется, он его получил. И дальше на нашем ноутбуке уже прекрасно выглядит. Вот этот ключик. Дикий, большой ключик, интересно. Это как раз и был Public Key, который подлежал, типа, как клиентам. То есть, Secret Key и Public Key, они генерируются на телефоне, Secret остался на телефоне, Public ушёл на регистрацию. И всё. Вот, но, к сожалению, не знал. Скажем, сигнал тратили практически целый день. Но осталось, по сути, если рассматривать весь проект телефон, то немного. На телефоне реализованы всё-таки передачи и приёмы NFC. Соответственно, на данном буфе надо добить генерацию, потому что при использовании библиотеки Bonsy Castle генерация, почему-то, не очень хорошо работает. А вы сампл NFC не видели? Видите этот сампл? А NFC-сампл там нативный сампл, там его стали включить, он, как сказать, сразу не пошёл. Там как-то вот что-нибудь очень большое всё-таки, да? И чтобы это рассматривать и прикрутить, да? Больше, чем там два дня потратить. Но всё-таки, да? На самом деле, ямский цепл тоже есть. Тупой. Так, а use case для своего приложения можешь всё описать? Use case вообще, что мы от него хотели? Ну, способ использования. Способ использования. Есть любой сайт. Мы не хотим вводить туда пароли и вообще запоминать эти пароли, да? Которые должны быть, по идее, вот такими, чтобы там не взломали, никто не украл их и ничего такого. Мы берём телефон с NFC с бютусом, не важно. Подносим к ноутбуку, если это бютус даже относительно так. Он автоматически в основное соединение входит и всё. При регистрации Public K, как я говорил, Public K сохраняется на сайте. И дальше с помощью Secret K мы подписываем сообщение от сайта, и, соответственно, сайт Google K может это провести. Это на элементарных электрографических кримитивах всё работает. Потому что для такого можно посмотреть. На самом деле, конечно, то, что сделали, как открытую библиотеку, где какой-то код открытый, к примеру, выложить интерес к чему-то. В каком статусе у вас это приложение? Оно будет открыто, закрыто, оплатно, бесплатно? Открыто, открыто, потому что для того, чтобы мы это могли использовать, для своих сервисов. То есть это будет... Не только сервисов, обычных критографиям. Всё-таки наиболее так надо предоставить открытый доступ, чтобы никто не усомнился, что мы там что-то куда-то ключи делаем. И интернет мне нужен, ничего не нужен. Главное, чтобы это всё хранилось. И, опять же, если там мобильник теряется, то как можно планировать, там функция шатования включения. Ну тогда да, надо запомнить ещё один ключик. Только вы будете помнить. Но это всё. Мастер-пит. Мастер-пит. Но, к сожалению. Да, ну и шумов, если так осталось, что сервис есть. Сервис – это простойка, предоставляющая API. Дальше нужен небольшой плагин для какого-нибудь браузера. А как мы знаем, что Opera, Mozilla, Firefox и Chrome, они уже практически на одном API. Там MP, PPI, по-моему, как называется, плагинчик. И они будут обмениваться просто по файлам. Файлам пришёл, в облике, всё, подпись ушла наверх. Всё замечательно. Поэтому можно сказать, что всё. Ну и допилить очень красивый интерфейс, который без кнопок всё передаётся автоматически. Ну, собственно, всё. Если есть какие-то вопросы, готовы ещё ответить. А на ноутбуке должен быть NFC-клеер? На ноутбуке должен быть просто NFC. Либо вы можете вставить этот NFC-либер, который подаётся за 100 рублей. Разница никакая. Либо это на Bluetooth можно сделать, но решили NFC всё-таки посмотреть на сколько. Потому что всё больше и больше становится телефонов, и ноутбука приходит сейчас на все колечки. То есть он передача в виде файла просто, да? Ну, практически, да. Но это просто данные предприятия. Я тому, что не нужен клиент, потому что это, ну, полный красный, что он передача файла типа ABX. Нет. Там, к сожалению, то, что интерфейс вот, ну, например, Windows 8, он такого интерфейса не предоставляет. Вот. Потому что я тоже пытался Windows 8 его сделать. Да. Он не предоставляет интерфейса для передачи файла. Как это решается? Ну, так обычно. Мы напрямую спонулись в созданный сервис, который напрямую цепляется к NFC и как бы умеет обрабатывать события на получение и отдачу. Я не понимаю, то есть на принимающей стороне в любом случае что должно быть? Ну, минимально. На стороне пользователя. На стороне принимающей данных. На ноутбук. Смотрите, в ноутбук сервис должен стоять. Сервис для Windows 8.1, потому что в прошлый момент Windows 8.1, который работает с Windows 8.1. Да, с Windows 8.1. То есть это что стандартно для приема передачи файла? Он не для приема передачи файла. Он предоставляет API для приема передачи файла. Не файлов файлов, а файлов файлов файлов. Файлов файлов. Файлов файлов файлов, файлов парнов. Файлов 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 файлов. Друбо говоря, это файлов. А на Linux это показалось? На Linux это показалось? На Linux такое с NFC действительно. Не мог это сказать, но все точно. На Linux это!! Да. peuvent создать на Linux создать. Потому что на Linux мы в свое время делали су. Там вообще нормально. Да, нормально. Там более такой приятный обмен, с seguridad и вообще тяги были. то есть у вас уже есть как бы работающее приложение с блютузом или что вы делаете? на андроиде мы это делали, но это все на андроиде вначале делалось, смотрелось а, ну что там, все проще, пока что, да некий такой а вот такой вопрос, где хранится секретный ключ, как его реализовать? в данном случае секретный ключ у нас просто проводился и как он современный то есть мы вот в хранилище мы уже даже не успели то есть на этот вопрос стоял, действительно, как его хранить но пока мы его просто в памяти сохраняли да, ну вот участники скоростудка мы спросили у них, они так и не смогли хранилище там типа есть там вот htmi5 какое-то хранилище что-то здесь у меня есть индексы B ну какой-то из них, вот они сказали, что вообще не получается а там можно использовать методы, а не просто как массив какой-то нет, я тоже на тебе поделал ну вот нам надо собраться написать такое мануальчик, чтоб следующее я просто никогда не учились ну, вот так еще какие-то вопросы? все вопросы вопрос ответил замечаю и поддержать, что действительно очень мало документации и физический уровень для работы, он примерно следующий надо впаять что ты хочешь, какую технологию открыть соответствующий сэмпл и из него это вытирать если обращаешься в интернет, скорее всего там лежит тот же самый сэмпл то есть куски из него причем бывают сэмплы, которые даже без исходников просто собранные смотрите, забежайте мне везло, у меня примерно было пример, который можно было запустить и из него вытрать вот очень ну как бы сейчас алгоритм такой посмотреть коды то есть смотреть коды смотреть, что туда можно скормить просто вынувок там еще в чем-нибудь вот но обычно ну когда я что-то разрабатываю у меня вопрос встает и стандартная фраза это написать Тайзен, да правильно? написать Тайзен сокет тсп enter и обычно да стайк в граффл еще где-нибудь это возникает у Тайзена нету и у Тайзена есть в поле Тайзена то есть там на самом деле скорее всего большинство вопросов которые сейчас у вас возникают они скорее всего обсуждались другое дело, что в углах вот буквально сейчас поломались ссылки на документацию Тайзена потому что мы все эти ссылки поменяли недавно с выходом 2.2.1 поиск не работает то он не лопатен устранить документацию ну просто вот с выходом Тайзен 2.2.1 которая там буквально пару недель назад она поломалась но вся документация она вот есть офлайн есть онлайн она в принципе структурирована тут если полазать например раз второй вторая штука это вот мы с Тайзеном тут тоже не просто так сидели с поиском нужной документации могли бы и помочь ну просто по API NFC есть документация вот она в той же IDE есть по IDE есть? да в IDE там многое не дополняется в IDE не дополняется нажимаешь в контекст нет она есть в HELP а в IDE в HELP там контекст открыть открыть веб-разработку открыть веб-разработку открыть или апи-референс выбрать там девайс API выбрать communication IP и выбрать инфициент мне кажется там те же самые что и везде может быть те же самые то есть там по крайней мере описание методов там есть все требования более простого ну на статуе клуб пока например нету потому что ну ребят понимай пока нет когда вы это опубликуете сами следующий кто за вами пойдет он найдет это через вот этот метод но платформа только вот сейчас будет она только рождается с вами на самом деле по российскому самым имитациям во-первых мне нравится то что Сергей сделал посты что решил так если по вашим вещам тоже можете делать там по нашему тегу несколько постов во что вы уперлись какой вы там решили может помочь следствием можно смотреть сделать какой-то отдельный дипломчик или приз кто лучше посты делает но потом именно для этой платформы это очень актуально мне кажется но лучше тогда выбрать хаб тайзен на хабре про него у всех наверное и есть гораздо лучше будет на крайнем случае песочницу есть по крайней мере одна статья которая удачно прошла через песочницу именно по хабу тайзен на хабрахабр хорошая статья она пишите ждем то есть еще вопросы все спасибо 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 так следующая команда это у нас команда из одного человека из Андрея проект Sunrise сейчас как вы уже знаете у меня проект будильника некий порт будильника с iOS давай я сделаю так у меня просто будильник рассчитан так что он сменит только на количество минут которое делится на 5 то есть его можно поставить на 0 минут 5 минут 10 минут 15 и так далее ну сейчас так раз кстати 25 минут я просто поставлю на 30 на 30 лучше показывать как ты уставляешь уже видим да я это в конце тоже покажу чтобы единый вот так потому что здесь так ну так первую часть уже видели так сказать ну проблема это вот то что у меня я студент как бы ежедневно меняется график то есть график когда вставать нужно поэтому мне постоянно нужно было менять будильник а тут как бы важна была скорость установки будильника чтобы как можно меньше времени на это покрасить так же когда вот выступал в прошлый раз там все попросили меня чтобы я сделал насколько там сложности потому что многие не встают так ну вот сегодня я тоже немного так сказать проспал из-за того что еще пять минут еще пять минут на айпэде есть такая функция и как бы тут хотелось поваляться ну вот как то так решение ну вот то есть сделать такой будильник в принципе подобный будильник как я уже сказал есть на iOS iOS это некий порт того будильника там называется он просто райс если вам интересно он есть у вас он на айпаде у меня есть это не мой проект вот просто я им пользуюсь и вообще не нарадуюсь как то так я вообще записался на катон я не знал что я буду делать я просто записался как бы ну и если ничего не придумал то тогда бы это а вот тут как раз он пообщался с ребятами там как-то о будильниках заговорили и там вспомнил ну и решил сделать некий порт вот как-то так проблема реализации то есть какие у меня важны эти проблемы когда я создавал то есть протоксировал этот будильник первое самое главное проблема с Тизан СДК это было только у меня проблема в том что на моем устройстве нельзя было на моем компьютере нельзя было никак запустить программу не из веб-приложения не из браузера это проблема из-за того что у меня компьютер ноутбук точнее и дома компьютер тоже без видео без ускорителя криво ускоритель ой короче без ускорителя и поэтому не запускали не запускался эмулятор и вообще не понятно почему не хотелось не хотелось устанавливаться на телефон так в общем не добрались поэтому я сейчас пример буду показывать в браузере то есть у меня мой будильник сейчас находится все файлы по нему он написан на html5 все файлы по нему находятся у меня там на сервере и запускается сейчас он из браузера в принципе да да но там а там все равно половина не работает ага ну да наверное тут как бы попробовать вот под конец на другом компьютере запустили там в принципе работает но как-то мне показалось что у меня тут получше работает из браузера просто не адаптированно из-за того что как бы ну не мог потестить ее только тестил только вот из браузера а вот на телефоне не получается так так ну да проблема реализации то что он риск увидит телефон летящим из окна из-за того что я там просили сделать сложность там сделать сложность как я вам сейчас если попробую реально решить если вы увидите телефон летящим из окна значит приложение достигло цели вы проснулись и увидели да да видели телефон соседей ну Ну, и словили его, пока был шанс. И он вас разбудил, да? Ну ладно. У меня пока не хватает за него. Да. В общем, потом еще есть такая проблема, что каким бы сложным не было задание, всегда человек может просто взять, вытащить аккумулятор, вырубить сам телефон. То есть просили сделать сложное задание, но сегодня ночью я понял, что как бы вытащить аккумулятор и спи дальше. То есть на автомате это тоже можно сделать и не проснуться. Ну, если раз в деле, все зависит от закрывания, потому что есть такие телефоны, и нам ногти все сломаешь, пока его просто откроешь. Кстати, у меня тут будильник. У меня тут будильник запустился. В общем, вот. Я ничего не вижу. Я не знаю, что у нас там молоток. Не, на самом деле, если будет сзади крышка, я хочу дать свои крышки, можно добавить. Вот, смотрите. В итоге пришли к мнению, что будут вот бегающие три точки. Лови. Да, и нужно нажать их по порядку. Первый, потом второй, третий. Вот я нажимаю первую. Можно, кстати, в густе 3 тоже учитывается, если нажать. Так, ну вот, короче, это неудобно нажимать. Вот, третья сейчас. Третий, во, успел. Ну вот, короче, я вот, я нажал, оно там остановилось, и потом привык. Надо поднимать. Ой-ой-ой. Паш, ты не готова. Так, и вот, как бы, как-то вот так, и как бы заново, то есть экран. Ну, короче, я тебе ещё покажу всё. Вот. То есть, есть люди, которые могут просто сами взять и вытащить аккумулятор, и не проснуться. С этим я уже, к сожалению, думаю, ничего подделать не могу. Поэтому вот как-то так. Нет, если бы будет сенсор на снятие задней крышки, можно это отслеживать и начинать орать громко. Ну, после снятия задней крышки, как бы, там уже и остаётся это вытащить аккумулятор, просто одно движение, и всё. На виду субава, кстати, получается, сзади крышки, как часто. Ну, в принципе, вот как-то так. Вот, кстати, хорошая идея привез, после этого сразу управляйте, как бы, на сервер, чтобы сервер звонил на домашний телефон. Настал я тут немного по-другому. Свою водителем говоришь, что я и слова. У меня, как бы, брат тоже не любит вставать, как бы, всякое такое. Вот просто, вот я его бужу, вот так ногами бью, как бы, ему всё равно. Старший или больший? Старший, 20 летом. Вот. Ему, 21 лет, ну, не важно. Ему, как бы, вообще всё равно. Там, хоть я на нём прыгать буду, и это реальная ситуация в жизни. Заходят родители, просто вот, отскакивают, вот так, сразу, там, в секунду, где проходит, уже одетый весь. И как-то магическим образом уже звонит родителям, реально, как-то. Ну, вот, всё равно смысл будильника немного в другом. Ну, как-то вот так вот сделано. Вот так. И, то, что во время пробуждения я решил убрать работоспособность кнопки Back, ну, потому что кнопка Back, чтобы нельзя было закрыть будильник там. Ну, как бы, это можно, из-за того, что это в браузере, это можно сделать легко по-другому. Ну, вот, у меня там проверяется, если будильник сейчас активен, то тогда нельзя его закрыть. Как-то так. А там говорят, что, вот, уже говорили, что... Ну, я думаю, это сойдёт. На самом деле, суть такая, что можно сделать, чтобы кнопка Back работала. Нормально, она будет закрывать приложение, но не выключать будильник. Ну, у меня, ну, полностью на HDMI-канер... Ну, это сейчас пока. Это сейчас, да. Нет, 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 я сейчас и звонил будильник, чтобы он нельзя было выключить. Нет, ты не понял. Ты вот нажимаешь кнопку Back, у тебя пропадает интерфейс, который позволяет отключить будильник. То есть теперь уже ты отключишь будильник. Теперь уже. Нет, просто суть в том, что вот я не мог, из-за того, что у меня не запускалось никак приложение вне браузера, вообще никак, ну, это уже там в медицине есть, поэтому я не мог использовать никакой API-интерфейс, кроме как html 5-ый. И ничего подобного я сделать не мог дома, поэтому сейчас он работает только пока экран включен, то есть поставил на то, чтобы экран держался 10 минут, то есть 10 минут пройдут, экран погаснет, всё, будильник не работает. Эта проблема решается, под конец хорошее решение нашли, чтобы через html тоже, но всё равно это нужно устанавливать приложение на телефон, а я тоже не успел элементарно, чтобы будильник сам открывался в нужное время, даже когда он закрыт. То есть устанавливается будильник, и он задает время его открытия. То есть если приложение не закрыт, то оно окроется. То есть такие решающиеся проблемы, но я их не могу решить по техническим причинам. У меня нет возможности, так сказать. Так, что вот я реализовал вообще? Что успел реализоваться два дня? То есть легкая, быстрая установка будильника, на мой взгляд. То есть как устанавливается будильник? Берёте и просто на нужное время поставим мы на 8 часов 8.50, ну 7.55, тут 8, ну вот на 8 мы как-то уже стоим. То есть устанавливается он довольно быстро, и это мне ещё было сейчас неудобно немножко, левой рукой перед экраном. Ну вот как-то так, потом просили у меня сделать настройку сложности будильника. Это я тоже реализовал, причём всё-таки нашёл хороший способ как это реализовать, придумал, о котором я потом ещё скажу. Удобный, красивый юзер интерфейс, ну вот я не дизайнер, но мне он в принципе нравится. Сейчас он тёмный, как бы экономит батарею, то есть только здесь в 8 часов, то есть во сколько стоит будильника снизу, сколько осталось. Сейчас 16, осталось 13 часов 25 минут. Когда вот так переходишь, он красивенько меняет президент, Это плохо видно на проекторе, но он красивенько это делает, если честно. По крайней мере мне это нравится. Ну то есть в принципе это всё ещё можно подпилить, я дальше ещё скажу. Минимум настроек, то есть это с одной стороны может быть минус, с другой стороны мне это наоборот нравится, что минимум настроек ближе. Лишним ничего нет. И так как приложение написано на HTML5 полностью, то есть его можно удобно портатировать под различные платформы. Только портировать всё. Портировать. Там портатировать? Портатировать? Слышно там делаем? Не, я знаю, что портировать как-то уханулся бывает. Привычка. Ну вот как-то так живем. Ладно. Ну то есть на большинстве устройств уже по идее работать должно, так как работает из браузера. То есть без тем, где есть браузер, где есть сенсорный экран уже работает. Так. Что я хочу реализовать? Портотировать на различные платформы. Хоть это не входит в рамки Tizen, Hackathon, но это сделать по идее очень просто будет. Потому что, я вам уже сказал, что HTML5. Надо было логопеда нанимать. Тайзон. Портировать. Кстати, тоже, у меня просто реально с русским очень большие проблемы. Ну, это не русские слова просто. И всё же. Добавить минимум на спроек, я не хочу перегружать его на спроек, и это даже, может, я не буду делать возможность в выборе песни. Ну, может, это было бы и полезно сделать? То есть, чтобы можно было выбирать, какое образование? Нет. Ну, это заведомо нужно сделать. Потому что некоторые люди, они, во-первых, привыкли посыпаться под разные, совершенно разные с точки зрения какой-то композиции. Во-вторых, бывает, что всё-таки одна, один и тот же мотив на просыпание, он действительно вызывает привычку, которая просыпает к тому, что будильник игнорится, как бы громко он не орал. Вот. Ну. А у кого-то бывает наоборот. Да. У кого-то бывает наоборот. Чувакает к мелодии, и вот только слышит эту мелодию, подскакивает. Ну, в общем. Значит, да, надо реально играть, да. Эти настройки нужны, да. Вам надо скооперироваться с разработчиками плеера, и им отслеживать любимые композиции пользователя, и во время звонка что-нибудь другое воспроизводить. А то, что они любят. Да. Ну, и наверняка настройки люди захотят на разные вот эти вот режимы блокировки, то есть там разные задачи выбирать. Кстати, да, я это хотел, но я забыл об этом. Я это хотел сделать. Забыл об этом написать. Ну, в общем, то есть настройками перегружать не хочу. Но вот такие вот простые настройки добавить все-таки, наверное, нужно. У меня, потому что настройки пока что нет. Ну, это то, что от сообщества надо по желанию будет собирать. Наверняка тут конкретно по этой программе будет очень много разных идей, пожеланий и прочего. То, что нужно собрать, и постепенно будет релизовать. Ну, вот как-то так. Потом реализовать красивую краткую инструкцию при первом включении, я так все понял. То есть у меня сейчас просили сделать стоп-инструкцию. Потому что это действительно нужно сделать, но я это не успел сделать. Вот в чем проблема. Там у меня при первом запуске выводится просто alert, в котором кратенько-кратенько написана краткая инструкция. В плане, это был прямой текст, просто написана краткая инструкция. Так что туда просто надо вставить. Но так как проблемы с мыслью, я даже боюсь уже что-то писать. Реализовать возможность сходить телефоны в режим ожидания, не отключая будильник. То есть проблема HTML5. При выключении экрана, при переходе в режим ожидания, будильник не может быть образован. То есть не может начать воспроизводить этот проект и ничего не может делать. Это делается очень просто. Уже решили как это сделать. Но опять вот это не могу реализовать из-за того, что не могу прям протестить. Проблемы с ножом. И украсить интерфейс используя более красивый градиент. То есть если вот у меня сейчас... Так... Угрывайся... Сейчас... Так... Ой... То есть как бы градиент... О, будильник. Во время презентации результатов работы как-то такой комментарий... Не должен. Я верю. Но до этого работала честная система. Но самое критичное тоже не плохо. Так... Вот. Все. Нажал. Не понял, почему это произошло, но вот почему-то произошло. В общем, суть в том, что сейчас у меня используется только вот, так сказать, черненький, темненький. Вот так как-то меняется. Там какой-то оранжевый. Ну, то есть хуже грита. Добавить побольше цветов. Потому что... Вообще планировалось, что я сделаю вот цвет солнца на данный момент. Ну, то есть примерно расследить. В L9 солнце там ярко-красное. Точнее... Ну, как-то так. Это такая глупость мелкая. Но вот... Почему глупость? Почему глупость? Это все же реализовано. Открываешь приложение на это. Нет, просто по идее это не нужно. Стандартная погода. И там как раз видно. Просто... Нет, это суть в том, что это здесь не нужно. Вот почему. То есть... Ну, просто вот реализовать, чтобы было не только вот... У меня там изменение. То есть по одному градиенту увеличивается и уменьшается все. Добавить еще несколько градиентов. Ну, чтобы чисто украсить. И... Ну, я как... Я это делал в начале. Но потом я понял, что как-то у меня нету совсем вкусных. И... И так... Так, скорее всего... На самом деле, может быть, на полоске, если будет действительно отображаться там... Солнечный день, или туча, или дождь... Вот сама полоска, такие картиночки, это может быть интересно. И красиво, реально, и интересно, с погодным сервером брать. Да. Наконец-то, и пуск. Для таких никого надо делать согласно. А на ногу с ней тему будильника? Да. А на ногу с ней тему будильника? А то, что нового концерта будет включиться. Здесь письмо. Багновый будет. А вот тут уже с 31-го по 50-е. Дело не в тему. Тут... Будильник... Сделан специально в образеце. Он... Я не хочу его перегружать вот такими функциями, наподобие... Погоды. Это, кстати, мне понравилась идея, но... Изначально я не хотел его перегружать такими функциями. Вот, чтобы был просто будильник. Хороший быстрый. Суть его, что быстро можно установить. Я просто вот говорю. На iPad'е радуюсь, принорадуюсь. На Android'е такого не было. Неправда. А, ну вот выводка готова. Так, ну вот. Получил прототип Samsung и флешку. Вот так вот. Создал своё приложение, как бы, и планирую дальше создать, потому что... Ну, я знал, что давно уже, что на HTML'е можно создавать приложение под мобильным. Но... Я думал, это намного сложнее делать. То есть... Мне это понравилось, и я буду продолжать создавать такие вот приложения. Не только когда-то фантизм, хоть это тоже, как бы, может плохо звучит, но вот как-то да. Ну, приобрём новые знакомства, то есть, как бы, ребята с вами познакомился со всеми. Это тоже очень прикольно. Так, ну, на каналу покушал, как вы видите, жирно выделено. Может, это плохо выделено, но вот так вот. Плохо покушали. Вот. Ну, я как-то получил полезный, интересный опыт и провёл время с пользой. То есть, если я обычно смотрю сериалы дома, то сейчас, как бы... Странно, вроде как, как он был, но я так хорошо выспался за эти два дня. Вроде вообще стоять не должно было. Так, ну, я как-то так... И вчера хорошо его поспал, так целых восемь часов спал. Я так долго... Разработчик будильника спит хорошо. Да, вот, конечно, спокойно, да. Будильник раз в друге, да. Как сразу же не звучит, но вот так вот получилось, что... Храпо поспал, скажу. Ну, как... То есть, не зря съездил, это... Я думаю, тут каждый так скажет, что не зря сюда сходил, и каждый что-то полезное для себя приобрёл. Это, прежде чем вопрос задать, я думаю, за креативным представителем нам это точно про материалов. Но это классный мотиватор, нижегородский этот... сайт просто. Мы, да, презентацию попросим и выставим. Без проблем. Так, ну вот, так. Вот, вот, что ли? Не, может, тобой. Я же вам напомню бейджик дела, я тебе хочу напомнить. Окей, хорошо. Так, ну вот, спасибо за внимание. Вроде бы как бы всё, и тут контакты ещё. Кому-то надо. Спасибо. Вопрос, да. А, я ещё хотел показать само приложение, как... И как вопрос в начале я приложение покажу. Ну, то есть, в принципе, приложение в контакте никому не нужен. Кому-кому-то. Ну, вот, всё. Ну, у нас есть. А, ну, то есть. У нас записывается. Так, ну, в общем, приложение я показываю через браузер. То есть, как бы, это режим экономии. То есть, чат будет поставлен на 14.40. То есть, быстро поменять его можно на любое время. Как-то так сделано. Ну, то есть, быстро можно перемотать на любое время там. Сейчас 12.20. Чтобы не листать снова, я поставлю его на 11.50. Ну, вот. Ну, 30. То есть, быстрый тап, он минус 10. Ну, минус плюс 10, в зависимости от того, ниже вот этой полоски мы тапаем или выше. То есть, если вот тапаем ниже, то плюс 5 минут. Если тапаем ниже, то минус 5 минут. Тут ещё вот такая штука. Вот как бы, просили реализовать, как сложность будильника ставить. Ну, для этого нужен был как-то дополнительно либо какой-нибудь там слайдер, либо ещё что-то. Я решил вот сделать так. Сама полоска это... Ну, вообще, это как конвас, всё реализовано. Но сама полоска, как бы, во время постановки будильника, то есть, если мы поставим палец, будем держать с правой стороны, то сложность будет максимальная. Ну, и, соответственно, вот так. Если по центру, как мы делаем, то переносится время наверх или вниз, чтобы было его видно, потому что 100 пальцев не ушёл. Ну, это, понятно, думаю. То есть, вот сейчас на 8.40 поставлю будильник. Там, на 8.30. То есть, вот так и так. Остановка будильника реализована так. По поводу сложности ещё показать. А будильник один тут? Да. Как бы тут, честно, больше и не нужно. Ну, да. Это сама фишка приложения. Да. Ставишь каждый раз заново будильник, но ставишь его быстро. Да. И это очень удобно. Действительно, я вот говорю. Раньше пользовался обычным стандартным андроидовским будильником в школе. А вот и не понимал смысл вот этого будильника, который у меня на iPad. Мне он не нравился. Поступил в институт. Вот, как бы, я тебе вообще андроид закинул. Так, вот, как бы, сложность приложения. Вот это, по-моему, минимальная. То есть, как бы, надо нажать вначале на кружок с единичкой, двоечкой и кроечкой. Тут, как бы, это не работает сейчас, потому что эту страничку я специально сделал для вас, чтобы вам показать. То есть, оно и не должно работать. Это вот минимальная сложность. Теперь сложность вот средняя, как бы, если я обновлю. Вот. Кружки сами уже поменьше, вон они бегают побыстрее. Чего двойку заклинили? А, это фишка такая. Они, знаете, как бы... Вообще, я не понимаю, почему так было. Но в итоге у меня получается так, что вот двойка, она вот так постоянно бегает вдоль, а тройка, она снизу любит. Уже нет. Нет, она вот сейчас может остановиться и вот так как-то бегает. Во, вот так вот. Там, на самом деле, используется же такой же рендом, как и для первой. Слушайте, какой-то артифический ренд. Это тоже действительно полный вид даже. Используется все то же самое, что и для первой. Для первой кнопки, но там как-то... Я понимаю, что она не дорожит-то постоянно, что стоит. А она, знаете, вот она как-то дрожит и... Да, да. Тыкнут. Да. Она, блин, по горизонтально. А кройка, она любит снизу. Вот как-то так вот. А Ивичка, она действительно как-то там постоянно бегает. Я в сутро наблюдал, он выключил, как-то даже. Нет, там параллельно еще музычка будет дорастать. Тем более. Музыка вот так. Суть за то, что вы проснуться. Вот. И так же вот, как бы, самый сложный поставить, да, это? То есть, тут уже, как бы, еще одна инфляция. И вот они еще. И вот, честно, попробую поймать. Я, в общем, у меня вышло, но далеко не сразу. У меня тоже, в общем... У меня тоже ничего этого не получается поймать. И вот сейчас я так-то поймать. Это как-то фичит. Ну, понятно, что фичит. Снешься и поймешь, что проснуться нельзя. Не исключено, что человек будет полчаса сидеть и пытаться отключить свой будильник из-за того, чтобы спать. Так, поэтому и было, как бы, опасение, что вылетит он в окно, как-нибудь или как-то так. Потому что, скорее всего, приучит просыпаться до будильника за пять минут, чтобы отключить его. Кстати, говорят, что самое лучшее вложение в себя. Кстати, а будильник можно отключить до его срабатывания? Да. Поедине... Ну, это же не реализовано сейчас. Вот сейчас это всё в браузере. Но это нужно сделать обязательно. Потому что... Ну, это обязательно нужно всё перевернуть. Так что... Ну, вот он быстренько. Ну, вы поняли, что не поймается. А, тут ещё есть такой хак... А, нет, он, по-моему, только здесь. В той нормальной версии я его убрал. В общем, если перевернуть там хак... То есть они стали полегче немножко. Ну, такой хак. Ну, это хак. В той версии я его убрал. В той версии я его убрал. Я его убрал. Ну, и у меня по-сейчас. А, блин, надо так. Это называется так получилось. Нет, 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 нет. Я его убрал. Просто... Это вот я сейчас... Тоже не бага фича. Что-то я за то же раздел. Ладно. Ну, давайте вопросы. Пожалуйста. Это вот так. Это вот так. Пожалуйста, пожалуйста. У меня даже не вопросы. Это интересно. То есть, скорее, не в Уталии. То есть, мысли про погоду прозвучат. Я знаю, что, наверное, многие знают, кто вы сказали. Рамка, это в ней на бонус. Она зависит от времени года, от города. То есть, по всей чертоге. В общем, интереснее. Вот. Можно сделать что-то подобное. Пусть ещё... Пусть сценарий... Ну, вот... Вонтаку денег же не только, чтобы проснуться стараются. Чтобы он принял. Я так принял. Вот. Ну, окей. Хорошо. Сейчас у каждого телефона... Телефоны в какой-то комплексе. Хотя бы шоу-то и всё. Можно поставить. Но есть сценарий, когда у телефона всё-таки рукой нет. И... Примерно это выглядит так. Если есть интернет онлайн-будвение, значит... Кстати, да. Вот. Значит, ну... Реально. В каждой работе она будет примерно так. Правда, если есть охватка, она начинает там проявить какую-нибудь патришку, там, что-то мог бы своё или... Прикладение. Вот. Я хочу, собственно, сделать синхронизируемый такой будильник социальный, который позволяет его устанавливать из телефона, и вот, соответственно, если в охватку он открыт на компе, то он прозвенит там и там. Ну, устанавливать, можно всего, устройство, короче. И срабатывать себе. Это, что, прикольная идея. Но там придётся регистрацию делать какую-нибудь там. Друг чтоб фарку установил тебе. Не пошутил. Нет, а очень просто. Я прихожу домой, я хочу спать, всё, мне не до чего. Я вот там на компе как бы нашёл телефон, здесь валяется. То есть окей. Вот сценарий вполне себе. Или, наоборот, там комп всегда включен, и на телефоне поставь, у меня фактическая система, может быть, не буду применять. Ну, это очень погода. С погодой, вот я не знаю, с погодой, мне кажется, всё-таки это будет лишнее. Всё-таки погода – это отдельный сервис. И, по идее, будильник его не особо нужен. А вот этот сервис мне очень нравится. Ну, не погода, как ты. Нет, я понял. Вот твоя идея мне нравится. Ребят, ну давайте один, и надо заканчивать. Скорее, мне больше идея не погода. А вот вы, когда градиент делаете, делаете светлый градиент. Вот именно, что солнце встаёт в период, когда вот именно световой день у нас есть. Да. По поводу градиента я сказал, что я хочу его поменять, и я его менял. Но я не хочу сделать слишком его ярким, потому что иногда бывает, что вот я прихожу домой, уже глаза слепляются в темноте, и я просто настраиваю будильник. Чтобы он не слепил мне глаза, чтобы я не слепил. Поэтому темноватый такой градиент, чисто вот как для красоты. Он особо, ну он за красоту сделал, но он не должен степить в глаза. Ну, я не знаю, надеюсь, он для меня. Будьте здоровы. Ну, ладно. На самом деле, комментарий такой, что да, это приложение, скорее всего, будет пользоваться огромным спросом в магазине, там будет ещё, видимо, очень много разных комментариев. А ещё авторы потребуют денег. Авторы будильника появились? Не должны. Не должны. Это хоть и некий порт того приложения, но у него свои изменения есть. Там, например, на... Я могу показать вам тот будильник, если хотите? Потом. Не сейчас. Вот там этот будильник, если просто тапнуть по экрану, он отладывает будильник на 10 минут. 700. 700. А тут ты куда стараться? Ну, нельзя сказать совсем. В общем, там можно отложить как 10 минут и вот так. Верим. Отладно. Спасибо. Спасибо за настроение. Так, и у нас ещё одна есть презентация, ещё один проект, музыкальный флэер. Ну вот, как вы знаете, нашей целью было разработать аудиоплэер, который будет удобен в использовании, будет обладать красивым интерфейсом и, самое главное, будет умным. Ну что ж, у нас это получилось. Сейчас мы вам представим наш плеер. Итак, LPR плеер. Самое главное, позиционируется как плеер, который обладает функцией поиска музыки в онлайн, в сети интернет. И сейчас мы вам покажем самый главный экран для нашего плеера. Вверху у нас строка поиска. Вот, сейчас Антон нажал в неё. Высвечивается квадратура и мы вводим туда название группы, песни, всё, что мы знаем, всё, что мы хотим. Вводим туда. Ввели у нас сразу посвечивает все песни, которые нашло. Вот мы видим, мы видим нашу песню. Мы можем выбрать, которую вы хотите послушать или одним этапом. Мы нажали на неё, и она у нас запустилась и играется. Ну вот, мы сделали специальный скриншот, так думаю, они у нас будут лучше видно. Везде плохо видно. Сейчас Антон пойдёт. Покажем её. Маленькая гордость. Самое главное экран для нашего плеера. Вверху мы видим окно с обложкой, как группы. Ну вот сюда вот. Да, я. Ну, как мы видим, у нас вверху и подключка с нашей группой. У нас здесь ищется не по альбомам, не по чему, а именно в угле название группы и берётся оттуда картинка. Ниже у нас здесь не видно. Там у нас идёт название самой группы и название дрэка, который у нас сейчас прагивается. Ниже у нас клавиша, шахл, репит и вот там плюсик, это добавление в клавиши. Ниже у нас трага идёт управление нашим треком. Так, ну и ещё у нас также вверху пишется название трека. Мы можем листать, получается, по уделозаписи. И у нас вверху пишется название трека. И у нас сверху будет всегда та песня, которая у нас воспроизведает. Так, и самая ещё наша гордость. Мы вчера говорили, что у нас будут некоторые функции, очень интересные. И мы их сделали. Наш флеер поддерживает жесты, которые можно управлять воспроизведением. Сейчас Антон вам покажет, какие именно жесты. Например, сейчас включена песня. Ну вот, как просто по списку увидели дальше. Вот она, дальше идёт список. В зависимости от силы, как вы дёрнете в сторону. Мы дёрнем в сторону, включаясь у нас. Два беда, два беда, два права, у нас переключают песню. Как микро. А в ДПП? На одну песню он перешёл. Вот, у нас получилось переключить песню. Также, если мы хотим, например, на следующую песню, а как чуть-чуть на пару песен подальше, нам нужно посиднее махнуть устройством. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Также мы можем добавлять понравившуюся нам песню в плейлист. Во время настройки, например, нашли какой-то трек, слушаем его, можно свайпом взять там по треку и у нас заносится наш плейлист. Сейчас вам покажу. Вот у нас список. Свайпомим. То есть, сообщение не уводится, потому что, ну, аллерты какие-то это вообще было бы странно. Мы можем тикен на сверху выйти. Или как в гугле, в общем, когда вы удаляете сообщение. А, нет, в гуглоксе. Удаляете вам, показывает сообщение заархивировано или медленно так. Мы хотели вообще сделать что по свайпу, как есть в примере. Винсет вроде бы называется, приложение именно уже в ВДК встроенной. Как пример. И сделать пример свайпа как раз. То есть, свайп проходит, там остаются две кнопки в этом примере. Я тоже в примере написал, что добавим добавки. Ну и собственно, что вот флейлист выбираем. А вот сюда, на флейлиста, выбираем и вот она. и и а 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 все классно а а да а а в а а а а Мы делали перемешивание, но не совсем у нас получилось это. Оно запланировано было, оно не до реализации. На прятку такую перемешать. Мы пытались на себя это сделать, а он будет перемешать. Перемешать более естественно. Это вот так. Очень классно. Какой-то вот такой вот эффект. На самом деле, мне кажется, такой довести вполне реальный. Можно с этим ходить на учебу. Мы это тоже уже поняли. Будем сейчас вывод учебы добивать его. Я этого не слышал. Ребята, что называется, не ущерб каким-то другим делам, но очень хочется видеть вот это вот приложение именно в конкурсе международных. Мы желаем, что сможем. Я где сейчас на тиземе, как хочешь, да? А, из-за этого. Еще вопрос есть? Ты рабатывает вы, вы будете его, да? Я там, я там тоже был, я хочу его. А там можно как-нибудь? Ты из контакта берете, да? Ну, пока что, да. Это временно. Как вы собираетесь? Я просто на самом деле поставлю музыку в контакте, слушаю всегда. И когда программирую, когда все так же делаю. То есть контакта. Суть в том, что я хочу добавить в свой плейлист в контакте. Это можно будет как-то организовать? Ну, как бы, вообще-то, конечно, можно будет. То есть это надо авторизоваться? Ну, да. Для этого придется авторизацию проходить. То есть вы это будете делать? Вообще. Вот я бы хотел это увидеть. Лучше как-то через экспорт одноразово, чем... То есть это как-то полутный может быть. Ну, да. То есть можно сделать... Может, даже со ощущением как послать эту музыку. Не знаю, как это может быть. Ну, хоть как-нибудь, чтобы она в контакте. Ну, понятно. Да, идея понятна. Мы подумаем над этой идеей. И еще мне она была бы полезна. Я думаю, может, с вами будет. Конечно, в результате... Стори, надеюсь... А у вас фашируется в сфере? Нет, треки меня переделать. Но будете. Еще вопросы? Тогда... Спасибо большое. Сейчас за всех участие, пожалуйста, кроме судей. Чай, кофе, а зверь в колик, пожалуйста. Давайте здесь. Сверь протокола. Сверь протокола.